Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Мы сейчас находимся в теплице, в которой у меня будут расти томаты. Эта теплица установлена всего несколько дней назад. И она еще, видите, здесь еще не все даже прибрано. Но одну сторону я уже сегодня начну высаживать томаты, потому что они перерастают, они и так долго ждали. После того, как теплицу унес у нас в прошлом году буран, мы не могли весной долго установить из-за того, что был снег, мерзлая земля. Сегодня я пришла сюда, буду работать с высадкой томатов. И я сейчас вам расскажу, как я готовлю грядки перед посадкой. Именно не удобрение, не высадка растений, а сама работа с грунтом. Вот я вскопала половину теплицы, земля вскопана была вчера. И вы видите, что даже после перекопки, такими она комочками, вид непрезентабельный, естественно. Я потом, когда делаю лунки, грунт, вы видите, что здесь грунт совсем другой, он более равномерный. Я, естественно, когда все это делаю, одеваю перчатки, я все эти комочки, все-все-все размалываю, чтобы грунт был воздухопроницаемый, поступление кислорода это очень важно. И даже если я буду присыпать томаты вот таким вот пушистым грунтом, им будет нравиться намного больше. Так, всю вот эту ширину, которая от дорожки справа, я разделила вот таким проходом. Вот я прошла туда-сюда два раза. Вы видите, как чуть-чуть наметила дорожку, как сказать, можно сказать, промаркировала. Потом она летом будет более утоптанная. Ну вот все, сделала маркировку. И я начинаю намечать лунки. Кто видел прошлогоднее видео, те знают, у меня вот эта небольшая дорожка, и справа, и слева луночки. Я обязательно вот такую натягиваю нить, которая помогает мне делать лунки четко, строго, по одной линии. Но это делать не обязательно. Просто меня, как отец с детства приучил, он все грядки делал по этой линии. У меня вот теперь этот пунктик. Все грядки в огороде, все лунки в теплице я делаю обязательно ровно, четко. Но это просто у меня такая тяга к эстетическому вот такому. Хочу открыть дверь, зайти в теплицу, чтобы было все ровненько, все красиво. Делать это не обязательно, просто у кого времени нет, прошли по дорожке, наметили чуть-чуть своими шагами. Вот делаю лунки под посадку два томата в одну лунку. Вы видите, что они эллипсовидные, вот такие, не круглые. И здесь будет у меня по два корня. Лунки очень глубочайшие. Может быть вы удивитесь, зачем такие глубокие лунки рыть. Эти лунки такие я рую очень глубоко, потому что впоследствии я буду добавлять туда вот этот перегной. Вот уже натаскали мы сюда. В углу лежит перегной прошлогодний, питательная смесь. При посадке я обязательно добавляю перегной. Я считаю, это секрет успехов хороших урожаев. Хоть кто-то и говорит, что там много, ну каких-то микробов всяких, не знаю. Я всегда использую перегной. Именно поэтому глубокие лунки. Потом, вот вчера я наметила, сегодня нарыла. И буду, я посмотрю, если там еще холодно внизу, то я обязательно буду поливать кипятком. Но вообще здесь уже очень тепло. Все плюсовые температуры ночью у нас идут вперед на неделю. Положу перегной и буду туда высаживать томаты. Как я буду высаживать, я покажу отдельное видео. Кому может быть неинтересна вот эта вот подготовка грядки. Он хочет посмотреть именно как высаживать томаты. Вот я воткнула уже две баклушки, которые я выращивала вот в таких пятилитровых бутылях. Это я просто увидела у своей знакомой. Мне нахвалили этот метод, что хорошо поливать подкормки именно вот сразу в бутылочку. Удобрять хорошо. И я вот высадила уже их. Про них я потом отдельно тоже расскажу. Это у меня маленькая-маленькая часть, всего 10, по-моему, корешков. Это не основной. Основные будут. Буду высаживать сегодня. Настенька, алтайский сюрприз, жаростойкий. Вот эта линия будет у меня засажена низкорослыми томатами. Вот сейчас эти лунки. Вот я начала рыть. Пошла, пошла, пошла. Я сейчас дойду до конца теплицы. Приготовлю, сколько мне нужно. И потом начну вытаскивать, вынимать. Ну, начну выемку томатов из ящика. И только потом я буду вам показывать, как я сажу. Потому что мне нужно сначала все грядки полностью сделать. Ну, хотя бы тот размер, докуда я буду садить, сколько. И тогда будем снимать видео о высадке томатов. Вот это была подготовка. Делаю лунки на определенном расстоянии. Схему посадки я расскажу вам потом. Потому что это разные. Для одних сортов расстояние одно я делаю, для других другое. Все по-разному. Потому что у меня, видите, тут не только вот эти вот детерминатные низкорослые. Но есть еще и великанчики. Великанчики, которые уже перерастают. Вот которые двухметровые будут в конце. Сейчас они уже очень вытянулись. Их тоже нужно высаживать. Они будут вторым рядом. Так как солнце у нас вот с этой стороны. Здесь высаживаем низкорослые. Дальше будут у меня высокорослые. Но высокорослым еще тут места нет. Нужно стройматериалы убрать. Сейчас пока я осваиваю правую половину теплицы. Потихоньку, понемножку. В течение недели, я надеюсь, все высажу. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Я рассказывала, как я готовлю грядку лунки для посадки томатов. Что класть в лунки нужно и что кладу я, в следующем видео я расскажу.